Закон Божьего 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 Тугое итомление Поскольку силы зла понимают около христианина, овладевшего добрым навыком христианской жизни, им поживиться будет нечем. Вот и идут они на все ухищрения, лишь бы сбить такого человека с выбранного пути. И, задаваясь закономерным вопросом, почему Господь допускает нам подобные испытания, ответили, Господь допускает нам такое испытание, во-первых, для того, чтобы мы показали, что не собираемся отступать от выбранного пути, и, во-вторых, чтобы дать нам возможность обрести венцы славы. Сегодняшний урок, братья и сестры, начнем с объяснения, как нам противостоять нападениям на веру. Враг нашего спасения насылает на нас волну за волной свои нападки. Отходит одна тягота, тут же другая идет, тончайшая и опаснейшая. Враг пытается разными путями и веру поколебать, и от Христа отклонить, и даже без Божьей опасей. При нетвердой внутренней крепости лучше избегать разговоров с неверами, а порой и всякой встречи с ними, поскольку такие беседы разливают добрые настроения души, и тяжело потом восстанавливается расстроенное. А хорошо поступать так, когда невзначай придется услышать противное вере, то всячески нужно стараться не допустить услышанного до сердца, а направлять то из одного уха в другое. В то же время, отклоняя внимание от речей невера, должно заботиться занять сердце убеждением, что вера наша непременно истина во всех своих пунктах, а что если есть у нее противники, то это от непонимания дела. Ведь возражать можно на все, даже на то, что мы существуем. Восстановленное в сердце убеждение при мысли о недалекости ума и недоброкачественности сердца говорящего, сделают нашу душу как бы камнем, о которой дурные речи будут ударяться и отскакивая не оставлять следа. Если же, несмотря на это, все-таки в душу западает что-либо недоброе, хорошо в молитве обратиться к ангелу-хранителю, к святым Божьим, к Матери Божьей и более же к самому Господу Иисусу Христу Спасителю. И они развеют мрак. После можно или обсудить запавшие недоумения, или в книгой, какой обретется провержение его, или поговорив с наставником духовным, если таково есть, непременно сделать так, чтобы и следа этого мрака не осталось в душе, поскольку оставленный след будет мутить душу и будто камни подбрасывать под ноги идущего. При этом следует помнить, воспитание развивает нашу веру и дает ей определенный вид. «Каждый вновь рождающийся вступает в общество, имеющее веру. Вера общества становится его верой, как и все прочие. Но способность к вере и ее потребность для души не обществом насаждается. Как в отношении к познаниям, общество через воспитание передает новому члену своему, добытые им познания, но не дает ему способности познавать. Эта способность есть неотъемлемая принадлежность души, так и вера в бытие Бога. И его вседержительство есть неотъемлемая принадлежность духа, которая силой и обнаруживается у каждого, как только разовьются его способности. Общество передает только образ своей веры, а не самую верующую силу и потребность ее. Все, входящее в общество, прежде выходит из души. Оно, общество, есть такое хранилище, куда стекается все, выходящее из души. Таким образом, в обществе есть вера, потому что наперед есть в душе. Из души она вышла и осела в общество. При этом вера старше общества и семьи, а следовательно и самого воспитания. Поэтому воспитание отдает новорожденному то, что прежде внесено в семью и общество из души. Утвердив в уме убеждение, что воспитание развивает лишь то, что есть в природе человека, но ничего не влагает в него нового, поэтому и веру воспитание развивает, так как она есть в природе человека. Знать Бога и поклоняться Ему никто не мог бы научить нас, если бы в духе человека не лежало бы это в виде неотложного закона. Отсюда видно, что во всем роде человеческом есть вера, потому что без нее человек не человек. А если кто-то из многоученых не верит, то это не значит, что они шагнули вперед или взмахнули ввысь, а значит, что они выступили из природы человеческой, исказили себя или изуродовали, как если бы кто глаза себе выколол или нос отрезал, как говорит святитель Феофан Затворник, или еще, как другим образом себя обезобразил. Посему, если вера находится в сердце человека, то норма человеческой жизни – содержать веру. А кто не имеет веры, тот отступает от этой нормы и есть личность неполноценная, не имеющая полноту бытия и к обретению этой полноты не стремящаяся. Далее скажем, когда человек определит свой жизненный путь, врагу свойственно побуждать в его сердце бут против родителей и старших наставников. Он как бы гонит человека из-под родительского крова, и чтобы выманить его, раздувает всякую мелочь в гору, подавляющую ГАИО. Это обычно вражеская уловка – запутать ум неопределенностями. И огорчения, им возбуждаемые, и разные его утешения, он имеет так накрывать призрачностями, что ничего в них не видя определенного, человек начинает думать, что они есть нечто великое. А станет разбирать, все разлетится. Ни горя, ни утешения нет там, где их указывали горы. Все обман. Поэтому, перекрестившись и помолившись, не нужно обращать внимание на эти вражеские советы. При этом неприятности надо переносить благодушно и с благодарением Господу. Враг нас разжигает, но когда воин встречает врага, нужно не бежать, а воевать. Враг возводит порой различные неприятности, и человек уже готов бежать из-под крова родительского. А нужно, пока нет определенности в выбранном пути, брачное табуту, замонашество или другое доброе служение, быть под покровом домашнего очага и все смиренно терпеть. А если смущение зародилось в сердце, то должно искренне покаяться в своем пагубном сердечном расположении. И изречь твердое решение, благодушно все сносить со смирением и молитвенным воздыханием, да будет во всем воля Господня. Ответим же на такой вопрос, почему должно соглашаться с мнением родителей? Если область суждений касается от чего-либо житейского, то почему бы нам не вступить в это со смирением? Родители старше и опытнее нас. Ошибку в суждении нам следует признавать за собой, чем предполагать ее у других. Так лучше и полагать. Верно, плохо я вижу. И соглашаться с мнением старших. Если это касается каких-либо распоряжений по дому, опять сделаем так, как просят и конец. Если же не можем чего-либо сделать, то хорошо объяснить, почему не можем. И снова конец. Если же, несмотря на то, родители будут настаивать, то должно сделать, как можем. Чтобы все по-нашему было, есть желание незаконное. Если это желание в отношении чего-либо по дому и даже в отношении нас самих. Должно отрешить себя на совершенную покорность родителям и все делать в угоду им, чтобы дух их успокоить. Это и будет предварительным приготовлением к будущему, монастырскому ли послушанию или исполнительности в обществе или семейной жизни. Вот апостол для всех положил закон повиноваться друг другу в страхе Божьем. А если родителям перечить и расходиться с ними, то это будет означать Бога не бояться. Господь же нас ведет к очищению через кажущиеся несправедливости и напраслены. Поэтому должен человеку, подвязающемуся, мужаться и крепиться, и еще радоваться. Значит, путь выбран правильный, и враг встречает в нас сильных соперников. Будем же крепко стоять на своем, не смущаясь несправедливостей и напраснен. Кто их причиняет, тому судья Бога. А кому причиняет, тому должно благодушно терпеть и Бога благодарить. Если не будем забывать, что есть другая жизнь, в которой все здешнее отзовется в похвалу или в укор, будем переносить несправедливости, то пополучим похвалу, не перенесем укор. Там не скажем, несправедливо было, справедливо или нет, ответят нам, а судить не наше дело. Несправедливость попускается Богом во благо тем, на кого она попускается, истинного блага. И это не просто фраза, а настоящее дело. Можно привести в пример мучеников. Уж как их не тиранили. А Господь был тут же. Видимо, являлся им, утешал их, облегчал страдания, но все же оставлял их в муках терпеть до конца, чтобы увенчаться полным венцом. Так и всякая неправда и всякая напраслина венец готовит. Но тому, на кого они падают, претерпевать их надо. Вот эта надобность теперь и нас встречает. Терпение благодушного хочет от нас Бог для нашего же блага. Кто идет вслед Господа, тому говорится, мужайся и докрепится сердце Твое. Впереди крест. Выходит, нам ничего более не остается делать, как отдать себя порой возникающим скорбям, лишениям и напрасленам. В этом отдании начало истинного пути. В ту самую минуту, когда человек отдает себя, вступает вслед Господа. Обсудив все это и решив по-божьему, и в положительном решении этого пункта есть успех. В свою очередь, в чем же состоит толк родительский? А не в чем ином, как блюсти своих чад, как зенецок? Если это идет наперекор желаниям детей, то детям должно повиноваться. Несправедливо видеть в родителях при этом одно желание настаивать на своем. А естественнее видеть здесь желание охранить чад своих и обезопасить от всего. Это и есть плод любви. Уверенность в этом дает возможность преодолевать горечь покорности, если она и чувствуется по причине непокорности. Покорность уже оплачивается то, что получается в семье. Пища, одежда, кровь. Это хоть и не малое, но не главное. Главное есть организация безопасности со вне. От тех, кто покусится причинить оскорбления и неприятность. Это благо ничем не заменимо. Идеально из-под защиты родительской переходить тоже под защиту или брака, или в стены монастыря, или общину церковную. А самостоятельность в духовной борьбе ох как небезопасна. При этом искание внутренней свободы бесполезно, так как искать нечего, ибо свобода уже есть, как неотъемлемая принадлежность духа. Ее никто не может отнять. Выходит нам желательно свобода внешняя. Тогда можно рассудить так, в какой мере допустима такая свобода. Куда ни кинемся, всюду будем окружены такими же свободами, как наша, равноправными нашей свободе. Что бы мы ни задумали делать, всегда должны будем сообразовывать свои действия с действиями других людей. И им ограничивать себя. И, следовательно, стеснять свою свободу. Что ни шаг, то пресечение свободы. И при том законное. Против которого возражать нельзя, по собственному желанию. Если это так, то порыв на свободу похож на бег за радугой. И еще хуже, желание схватить призрак. Так у всех, кто ищет мнимую свободу. Надо уметь укращать свои порывы. Дети слушают своих родителей. И их советом доустраивают свои дела и свою жизнь, подчиняясь им добровольно. Вот главный закон свободы. Уйти из-под мудрого покрова послушания не мудрено. Таких ходоков много. Но кто видел из них счастливых? Они говорят, я так хочу. Кто мне указ? И стремятся такие безуказные безоглядки и под ноги не смотрят. Пока не упадут в пропасть, из которой нет выхода. Хорошо принять этого внимания при порывах горделивых помыслов. Как то, я сделаю так, или я на то решился. Тогда намерение выглядит хорошо, когда человек умеет ждать от Господа указаний и устроений. А пока этих явных указаний нет, то потребно находиться на своем старом насиженном месте. При этом внимательно присматриваясь, не своими ли силами, своим умением, хоть и в согласии с написанным, есть желание устроить свою жизнь. Если это так, то нужно спешить исправиться, иначе без смущений не обойтись. Св. Хайфан Затворник писал, нужно, пересмотрев и мысленно повторив все написанное и происходящее в душе, как было решение определить свою жизнь, направив этот пересмотр так, чтобы в конце его вышло крепкое решение, что участь свою мы безвозвратно передаем в руки Божии. Встанем затем на молитву и усердно помолившись, изречем пред Господом из сердца. В руки Твоей, Господи, придаю участь мою. Как Тебе угодно, так и устрой жизнь мою, со всеми ее соприкосновенностями и случайностями, отсели, пресекая всякую о себе заботу, а воспринимая только одну, творить всегда благоугодное пред Тобой. Скажем так, да уж и самим делом все совершенно возложим себя на руки Божии. Ни о чем не заботясь, а всякий случай принимать спокойно, как Богом нарочито для нас устрояемый, приятен ли он или неприятен. Забота наша должна состоять только в том, чтобы во всяком случае поступать по заповеди Божией. Это единое и требуется нам. Коль скоро так настроится человек, всем беспокойством придет конец. Если до сих пор человек сам хотел позаботиться о себе и все случайности хотел устроить и повернуть по-своему, а как все не клеится, то и мучается. Что-то не так, другое не так. А когда все предаст Господу и будет принимать как от Него исходящее и для Него благопотребное, то никакого беспокойства иметь не будет. А только будет присматриваться кругом, чтобы увидеть, что посылает Господь, чтобы по смыслу посылаемого и поступать. Всякий случай под заповедь подойти может. Если все заповеди делать, то получится угождать Богу, а не своему желанию напрягаясь удовлетворять. И вникнув хорошенько в сказанное и положив достигнуть такого устроения, надобно учиться и молиться об этом. Итак, встав на свою дорогу, должен трудиться над собой, готовясь туда, куда задумали. Враг предам будет понуждать поспешить. Мы же, дело Божие, будем исполнять мирно, тихо, благоговением и с упованием на Господа. На этом, братья и сестры, наш очередной урок закона Божьего закончен. Пусть Божие благословение пребывает со всеми нами.